Недавно на нашем канале вышло видео про 10 футболистов, которые провалили текущий сезон. Теперь переключаемся на позитив и собираем десятку тех, кто выступал на фантастическом уровне последние 9 месяцев. Выделим игроков, которые больше всего впечатлили, и наверняка поборются за золотой мяч. Представляем 10 лучших футболистов сезона по версии Голл-24. Сразу оговоримся, в этом рейтинге брали во внимание статистические показатели, но ориентировались в первую очередь на индивидуальные выступления футболистов в важных матчах и, главное, в Лиге Чемпионов. Друзья, мы снова подготовили отличный сюрприз к финальному матчу Лиги Чемпионов. Конкурс с призовым фондом 500 долларов. Обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы узнать об условиях участия в конкурсе и возможности заработать 500 баксов. Рият Морес Недавно бывший защитник Мью Патрис Эвра упрекнул Гвардиолу в том, что в его командах нет яркого лидера-индивидуалиста в группе атаки. Это, конечно, дискуссионный вопрос. С одной стороны, в проектах Пепа действительно делается ставка на отлаженную систему. С другой, Гвардиола работал с большим числом ярких футболистов. Да, и Лионель Месси был центральной фигурой его Барселоны. Что касается Манчестера Сити, то тут сложно выделить главного футболиста атаки. Слишком ровно распределены обязанности и игровое время между четырьмя и пятью игроками этой линии. Но Рият Морес в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов доказывает, есть возможность выделяться и в системе Гвардиолы. Не сказать, что Рият уничтожил соперников в ВПЛ. Все же 11 голов плюс 5 ассистов – не самый впечатляющий результат. Зато Алжирец блистал в Лиге Чемпионов. Семь забитых мячей и статус лучшего бомбардира команды в турнире. Кроме того, Морес – третий в Лиге Чемпионов по числу ударов по воротам. И в пяти процентах лучших топ-5 лиг по этому показателю. Серьезный намек на то, что в последние месяцы акценты в атаке Сити действительно сместились на правый фланг. Гвардиола ценит Алжирца за умение и опыт. Но есть и другая черта, которую тренер выделяет – уверенность в себе. Этого качества так не хватает многим атакующим футболистам Сити. Важнейшие пенальти у нас бьет Рият. Он потрясающе сохраняет холодную голову при внешнем давлении. В прошлом сезоне он забил, когда мы проигрывали Боруссии 0-1. Недавно закинул мяч Арсеналу при тех же обстоятельствах. У Рияда есть характер, чтобы совершать подобные вещи. Он Минсон После ухода Маурисио Почеттино Тоттенхам быстро превратился из финалиста Лиги Чемпионов в команду уровня Эвертона, мало кому интересную за пределами Англии. Не помогало даже наличие в составе таких мастеров, как Кейн, Льярис и Сон. Но в этом сезоне спасать клуб приехал Антонио Конте. И дела у Тоттенхама налаживаются. Сейчас шпоры борются с Арсеналом за попадание в Лигу Чемпионов. При Конте Тоттенхам изменился. И главная звезда команды уже не Харри Кейн, а Хён Минсон, выбивающий шикарную статистику результативности. На счету корейского спортсмена 21 гол и 7 ассистов. Он всего на один мяч отстает от Мохаммеда Салаха в бомбардирской гонке и идет на втором месте по системе гол плюс пас и числу участий в голевых атаках. Сон не просто так стал играть в Тоттенхаме более важную роль. Антонио Конте использует схему 3-4-3, но меняет ее в зависимости от соперника. Если нужно атаковать через фланги и использовать свободные зоны, здесь сон находится в привычной роли левого нападающего, разрывающего оппонентов за счет дриблинга и открываний за спину. Есть и второй вариант, те же 3-4-3, но с узкой позицией вингеров, которые перемещаются в полуфланги и открывают простор для подключения латералей. Здесь сон получает роль плеймейкера, ответственного за креатив и взлом низкого блока обороны. Двуногость и высокий игровой интеллект делают из сона опасного игрока в этой позиции. Не просто так кореец, лучший игрок шпор по числу передач в штрафную и пятый по этому показателю в АПЛ. Вот что он сам говорит. «Я знаю, что много забиваю в этом сезоне, но для меня это не важно. Закидывать голы — это действительно здорово, но вы не можете забить много в одиночку. Вам нужна команда?» Роберт Ливандовский Польский спортсмен — все еще главный футболист в немецкой Бундеслиге. Из-за травмы Эрлинг Холланд не мог навязать конкуренцию Роберту в гонке бомбардиров, потому Лева в этом сезоне спокойно взял серебряную салатницу и приз лучшему снайперу чемпионата. Кстати, это седьмая выигранная бомбардирская гонка Ливандовского в Германии. Повторение рекорда легендарного Герда Мюллера. По статистическим показателям у Роберта тоже полный порядок. Он лидер Бундеслиги по системе гол плюс пас, по ударам, участию в голевых атаках. Интересно, что по ожидаемым голам без учета пенальти и ожидаемым гол плюс пас, этот сезон лучший в карьере поляка. В Лиге чемпионов Роберт тоже долгое время держался на первом месте в гонке бомбардиров, но после вылета от Вильяриала пустил вперед Бензима. В общем, очередной яркий сезон в исполнении Ливандовского к этому мы уже привыкли. Куда интереснее обсудить его будущее? Судя по всему, его уход из Баварии — это решенный вопрос. Вот что он сказал после матча последнего тура Бундеслиги. «Вполне вероятно, что это была моя заключительная игра за Баварию. Не могу сказать на сто процентов, но такое вполне возможно. Мы хотим найти лучшее решение для меня и для клуба». Авторитетный портал Бильд пишет, Ливандовский разочаровался в руководстве Баварии, которая боролась за Холланда, а после неудачи собиралась серьезно сократить зарплату форварда по новому контракту. Роберт больше не ощущает собственной ценности для команды. Плюс считает, трудно выиграть золотой мяч, играя в Германии. Судя по всему, Ливандовский продолжит карьеру в Барселоне, которой как раз нужен центр-форвард мирового уровня. Хави на вопрос о возможном трансфере ушел от ответа, но сказал, что его не смущает возраст Ливандовского. Можем считать, что это намек. Уже известна сумма, за которую Бавария готова отпустить Роберта. Это от 35 до 40 миллионов евро. А как вы считаете, стоит ли Ливандовскому переходить в Барсу? Или лучше остаться в Мюнхене? Садио Мане Как и Ливандовске, Мане давно приучил нас к стабильной магии в своем исполнении. Но этот сезон для сенегальца все же исключительный. Во-первых, у Садио уже 22 забитых мяча. Больше он наколачивал только в сезоне 2018-19. Во-вторых, Мане четвертый в АПЛ по числу ударов. Он куда ярче раскрылся в индивидуальном плане и сейчас не просто работает на команду, но и по-настоящему блистает. В-третьих, его роль немного изменилась после трансферов Жота и Луиса Диаса. В этом сезоне Юрген Клоп регулярно выпускает Мане в центре нападения в роли ложной девятки. Эта позиция подразумевает необходимость отличного чтения игры и активной работы без мяча. Со всем этим Садио справляется на отлично. У него приличные показатели по числу отборов и прессинг-действиям. Плюс королевская статистика в плане продвигающих передач, проходов и действий, приведших к созданию голевых моментов. Прогресс Мане здорово описал бывший капитан Ливерпуля Джейми Каррагер. Его часто недооценивали, но сейчас ситуация изменилась. С января на Мане стали обращать внимание, хотя раньше концентрировались на Салахе. Думаю, что Садио наиболее вероятный кандидат на золотой мяч от АПЛ. «Я большой поклонник Мане. Могу заверить вас, он никуда не денется. Я не отпущу его в Баварию. Ему придется иметь дело со мной». Комплименты от Каррагера подхватывает Алисон. Садио великолепен, он все время помогал нам, а теперь стал еще более уверенным в себе благодаря победе в Кубке Африканских наций. Он забивает голы, помогает команде, играет не на той позиции, к которой привык. Мане – фантастический игрок для Ливерпуля. Очень рад, что он с нами. К слову, сенегальца нельзя назвать открытием сезона, ведь он и до этого выступал на высоком уровне. Чего не скажешь про героев нашего прошлого видео, где мы представили футболистов, которые действительно удивили. Ведь на них никто не ставил. Обязательно посмотрите. Продолжим. Венисиус Жуниор Уже второй сезон от Эдена Азара ждут, что он возьмет на себя лидерские функции в атаке Реала. Но бельгиец все еще бледная тень самого себя. А в команде на первые роли выходят молодые бразильцы Венисиус и Родриго. Последний спас для Реала полуфинал Лиги Чемпионов, но пока все же остается игроком ротации. Другое дело Венисиус, который по праву считается одним из самых ярких вингеров Европы. В прогрессе Вени огромную роль сыграл Карл Анчелотти. Итальянец сделал ставку на бразильца и максимально четко донес до него мысль. Чтобы остаться в Реале, он должен повзрослеть и прокачать результативность. Вени правильно понял посыл и начал пахать на предсезонке. Кроме того, организовал себе регулярное занятие с психологом и поселил в своем доме физиотерапевта, который занимается с бразильцем персонально и следит за его питанием. Как результат, сейчас в организме Венисиуса минимальный процент жира за всю его карьеру в Мадриде. Да и многие наверняка заметили, как из щуплого подростка он превратился в атлета. Профессионализм Вени подтверждается в первую очередь цифрами. Он второй бомбардир Ла Лиги после Бензима. Второй после Карима по гол плюс пас и участию в голевых атаках. Плюс ко всему, с отрывом лучший дриблер чемпионата и пятый по числу ключевых передач. В Лиге чемпионов та же история. А еще Венисиус в трех процентах лучших игроков Европы по действиям, приведшим к опасному моменту у чужих ворот. Короче говоря, бразилец мощно прибавил в принятие решений в финальной третье, что вкупе с уникальными природными данными тут же сделало из него одного из самых острых игроков континента. Зрелость Винни здорово подчеркнул Рио Фердинанд после решающего гола Реала в ворота Челси в Лиге чемпионов. Многие игроки на месте Венисиуса Джуниора выбрали бы самый простой вариант — отправить мяч в штрафную площадь. Но он показал хладнокровие и терпение, при том, что он еще достаточно молод. Это единственный момент, который был у него в том матче, и он грамотно им распорядился. Если вы сравните меня с любым игроком на моей позиции, не только в Ливерпуле, но и во всем мире, то поймете, что я лучший, всегда сосредоточен на своей работе и делаю все возможное. Статистические показатели — лучшее доказательство моих слов. Мне всегда нравится ставить перед собой новые задачи, по-другому работать и приносить пользу. Это мой долг. Трудно спорить со словами Салаха. Это не бахвальство и не самопиар. Действительно невозможно найти более яркого левого вингера, чем Мохаммед. Египтянин. Лучший ВПЛ по голам, ассистам, ударам. Сейчас Мой играет на таком уровне, что каждый его прием мяча грозит сопернику забитым голом или как минимум опасным моментом у его ворот. Салах с юности был роскошен как спринтер, в последние годы прокачался в завершении, а в этом сезоне прибавил в плане принятия верных решений. Юрген Клоп немного разгрузил его от оборонительных действий, что позволило Мохаммеду чаще получать мяч в штрафной соперника. Как итог — королевские показатели реализации, которые четко отражаются в персентиле. По голам, ассистам, ударам и обостряющим пасам в финальной трети Салаху практически нет равных. Сложно сказать, сможет ли Мо претендовать на золотой мяч, но в этом сезоне он показывает, пожалуй, лучший футбол в своей карьере. Сложность у Салаха одна. Помимо него еще несколько футболистов, которые играют на таком же, космическом уровне. Лука Модрич Думаем, лишний раз не стоит объяснять, почему Модрич включен в этот топ. Луки 36. Но он по-прежнему выдерживает темп матчей на самом высоком уровне и вносит огромный вклад в успехи Реала. Само собой, Хорват не наматывает за десятку километров на поле. Зато каждое его движение выверено и максимально полезно для команды. Да и если даже матч у Луки не складывается, он все равно в любой момент может выполнить одну гениальную передачу и сделать результат, как это было в игре с Челси. Вот что о Модриче говорит Анчелотти. Лука не изменился с моего первого захода в Реал. А вот в Кариме вижу больше изменений по профилю лидерства и важности. Но иногда восприятие игрока сильно меняется. Если Модрич не изменился, возможно, поменялось его восприятие другими игроками. Тот, кто перед ним стоит, это исключительный, фантастический и экстраординарный профессионал. Игрок с потрясающим набором качеств, техники, физики и тактики. В отдельном выпуске мы разбирали, как Модрич принимает решения на поле и простыми движениями улучшает работу партнеров по команде. Что все-таки позволяет ему показывать такой футбол в 36 лет? Ответ прост. Профессионализм. Уже несколько лет. Лука работает с Влад Кавучетичем, одним из ведущих специалистов Европы по спортивной медицине и восстановлению. Каждый день он составляет для Модрича программу тренировок в довесок к тем, что он проводит в реале. Минимум 3-4 часа в день. Лука посвящает растяжке и специальным упражнениям, которые помогают ему сохранять тонус и выдерживать темп игр. Вучетич говорит, что Модрич настолько ответственно подходит к этой работе, что даже если играет в матчи 2-3 минуты, после этого все равно проводит двухчасовую восстановительную тренировку. Лука – пример для всех футболистов, которые желают играть на топ-уровне после 30-ти и оставаться одним из лучших в мире. Кевин Дебрюйни Трудно описать величие бельгийца, когда невооруженным глазом заметно, какую пользу он приносит команде при каждом касании мяча. А если следить за его движениями в оборонительной фазе, уникальностью Кевина остается только восхищаться. Вот что про бельгийца говорит Пеп Гвардиола. Мне ничего не нужно описывать Дебрюйни. Когда меня просит это сделать, я отвечаю. Просто посмотрите, как он играет. Его уровень производительности, преданность, влияние на команду, способность сохранять концентрацию до последних минут матча, спокойствие и позитивный настрой – все это восхищает. Недавно спросил его, «Кевин, что ты чувствовал до того, как реализовал пенальти?» А он ответил, «Я собирался забить гол». Нужны доказательства? Тогда взгляните, как выглядит таблица персентили идеального полузащитника. Как вы видите по всем атакующим показателям, Кевин Дебрюйни в одном проценте лучших в мире в топ-5 европейских лиг. Конечно, тут играет роль тот факт, что он нередко исполняет роль ложной девятки, но это лишь подчеркивает его многопрофильность и уникальность. С продвижением мяча все так же прекрасно. И пусть никого не смущают относительно низкие показатели по числу и проценту точности передач, все дело в роли Кевина. Гвардиола заставляет его постоянно играть на обострение и находить оригинальные варианты развития атаки. Так что процент брака — издержка такого стиля. И в этой парадигме Дебрюйни определенно лучший футболист мира. Лучшие качества бельгиец проявляет в переходных фазах, важной части игры, когда владение снарядом переходит от одной команды к другой. При перехвате снаряда он чаще всего в одно-два касания запускает контратаку, задавая ее вектор или же самостоятельно выводя партнера на ударную позицию. У Дебрюйни есть все, чтобы взять золотой мяч, но Кевину, как и всему Ман-Сити, остро не хватает победы в Лиге Чемпионов. Решение этого вопроса Дебрюйни и команде придется отложить еще минимум на год. Уважаемые зрители, настало время конкурса с призовым фондом в 500 баксов. Условия просты. Необходимо подписаться на наш телеграм-канал Гол24 и в закрепленном посте телеграм-канала оставить в комментариях счет матча и авторов голов. Если победителей будет несколько, то 500 долларов поделим между ними. Обязательно выполните все условия, или ваш прогноз не учтется. Победителей объявим там же, в телеграм-канале. Подписывайтесь! Ссылка на телеграм-канал будет в описании под видео. Добро пожаловать! Киллиан Мбаппе В этом сезоне Парис Инжермен производит жалкое зрелище. Даже приглашение Лионеля Месси и других мировых звезд не помогло Парижу приблизиться к победе в Лиге Чемпионов. Будничное золото в Лиге Один — вот все, чем могут довольствоваться шейхи. Но даже в таком болоте Мбаппе сверкает так, что не замечать его феноменальную игру просто невозможно. Опустим статистические показатели Киллиана в чемпионате Франции. Вы и так наверняка понимаете, что здесь он лучший по всем атакующим параметрам. Куда важнее игра, которую Мбаппе показал в Лиге Чемпионов. На групповом этапе он вел команду за собой. Притом не только самостоятельно забивал, но и оформил четыре голевых ассиста. Противостояние в одной восьмой Реалу должно было стать бенефисом Киллиана. Он сделал для этого все, в первом матче забив победный гол в концовке и открыв счет в ответке на Барнабеу. Но все старания Мбаппе перечеркнуло помешательство Донарумы и последовавшие за ним позорные полчаса в исполнении всего Париса Нжермен. Можем только представить, какие результаты молодой француз может показывать в организованной команде с четким разделением ролей. Но даже оставаясь футболистом проблемного ПСЖ, Мбаппе принял участие в 70 забитых мячах в этом сезоне в клубе и в сборной. Это лучший результат среди французских игроков в 21 веке. Главный вопрос, который волновал всех футбольных фанатов, что выберет Киллиан Мбаппе? Сумасшедшую зарплату и влияние в Париже? Или возможность оказаться в мадридском Реале, клубе своей мечты? До недавнего времени вопрос казался решенным, Но в последние месяцы Киллиана активно обрабатывали Боссы ПСЖ, руководители Французской Федерации Футбола и даже президент страны Эммануэль Макрон, который лично звонил футболисту и его родителям с просьбой остаться в Лиге 1. По итогу Мбаппе решил отказать Реалу и продлил контракт с Парисом Жермен, где продолжит радовать французских болельщиков. Как вы считаете, правильно ли поступил Киллиан Мбаппе? Напишите об этом в комментариях. Благодарим! Карим Бензима Лидер нашего рейтинга, главный претендент на получение золотого мяча по итогам сезона. Бензима продолжает кошмарить всю футбольную Европу своими действиями в штрафной. Игра Карима в последние годы — эталон того, как должен действовать центральный нападающий. Его продвинутая статистика — настоящее наслаждение для глаз. Складывается ощущение. У Бензима просто нет слабых мест. Карим превратился в одного из лучших форвардов-киллеров за всю историю игры, что подтверждает его лидерство в бомбардирских гонках Лиги Чемпионов и Ла Лиги. Француз прекрасен и в подыгрыше. Он максимально вовлечен в розыгрыш мяча. Насколько это вообще может делать центр-форвард? Оттягивается в полузащиту, уводит за собой опекунов, цепляется за трудные мячи и при этом продуктивно работает в прессинге. Но главная особенность Карима Бензима, которая приближает его к золотому мячу — умение забивать в решающие моменты. Здесь лучшая витрина — его выступление в плей-офф Лиги Чемпионов. В одной восьмой он за 17 минут перевернул матч хэт-триком ворота пассажа. В четвертьфинале закинул четыре мяча Челси, в том числе решающие в овертайме. В полуфинале при минимуме момента выжил два мяча в ворота Манчестера Сити на Этихаде, а в ответке поставил точку в дополнительное время. Во всех этих играх Реал оказывался на грани вылета, но всякий раз у Бензима находился козырь в рукаве. Кариму остается еще раз подтвердить свое величие в финале, и тогда вопросов по следующему обладателю золотого мяча ни у кого не останется. Друзья, а кто для вас был лучшим игроком в этом сезоне? Черкните об этом в комментариях. До встречи!